доброе утро хорошие люди здравствуйте мои подписчики здравствуйте гости моего канала сегодня у нас воскресенье 4 адвент я вам рассказывал что 4 недели назад мы сделали вот этот венок с четырьмя свечками который называется адвент скранс или адвентовский венок что же значит этот адвентовский венок адвент это время ожидания рождества 4 недели до рождества люди начинают готовиться православной религии например перед рождеством люди держат пост в католической религии пост не так строг и не так обязателен вот но все равно вы должны задумываться уже о своей душе о о правильности своей жизни и так далее это время ожидания рождества христова вот как же проходит время адвента маленькие дети говорят адвент адвент ein lichtlein brent erst eins дан свай дан драй дан фио дан штейт да скристкинт фордерчо что же это значит дети говорят адвент антве адвент горит огонек сначала один потом другой потом третий а уже когда горит четвертый это значит что крест кинт это значит маленький христос стоит возле двери совсем близко вот значит уже ожидание рождества подходит концу вот сегодня у нас четвертый адвент последнее воскресенье перед рождеством рождество не всегда попадает по выходным дням бывают она очень близко от четвертого адвента но в этом году мы ждем еще одну неделю и на следующий выходные у нас будет рождество по католическому и лютеранскому календарю а сегодня последний день лежит вот этот венок у нас дома на столе последний раз горят четыре свечи вместе закончилось время ожидания и уже люди будут готовиться к рождеству непосредственно вот это адвентовская декорация будет разбираться и убираться а придет уже совсем другая рождественская декорация если вы присмотритесь все к нашему венку то он абсолютно потерял цвет он уже за четыре недели настолько высох и голубая елка превратилась в серую вместо голубой ну всему приходит свой срок и свое время вот как-то так также нашему венку и времени адвента подошел свой срок и хотя у православных совсем другие обычаи традиции но когда традиции добрые то и соблюдать их ну почему бы нет если я живу например в семье в которой очень много религии вернее семья христианская я уже говорила но направление разные так случилось что мы семья многочисленных религиозных взглядов вот часть из нас сколько же нас человек шесть человек православных остальные один у нас католика остальные все люди ранее вот так ну вот как то так скоро рождество сначала одно католическое а потом ничего не помешает мне дождаться православного рождества ну и так же это радостный праздник это семейный радостный праздник и хочется провести его в кругу семьи спокойно ну а вам мои хорошие в этом ожидании нового года ожидании рождества крестова желаю тоже терпения покоя здоровья пусть у вас будет легко на душе когда на душе легко жизнь кажется лучше или даже давай по проходит лучше легче радостный ну как-то так ну сегодня я хотела вам рассказать о последнем дне адвента четвертый адвент который празднуется в европе очень активно сейчас стало немножко поскромнее а раньше это был какой-то бунт вот к адвенту готовились настолько ну ну активно покупали очень много декораций украшали свой дом все это выглядело очень красиво но последнее время и финансовые возможности у людей стали поскромнее и обстановка не такая чтобы убиваться праздниками поэтому она накладывает тоже свой отпечаток на текущее время но все равно в праздники есть праздники тем более добрые праздники это тоже хорошо не всегда будни и не всегда должно быть грустно это можно так сказать мы поправляемся и вам желаю не болеть оставайтесь со мной на канале севера это моя судьба до новых волнующих встреч не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал ради вас я снимаю эти ролики даже не позволяю себе болеть как следует ну я отлежала положенное время потому что иначе невозможно ну вот как то так всем всего самого лучшего самого желанного пусть сбудутся все ваши мечты еще раз пока пока ну ну ну